Друзья, всем большущий привет! У меня в мастерской появился новый помощник. Давайте вместе с вами его соберем и затестим. Поставляется он вот в такой коробке из плотного гофрокартона весом примерно 35 кг. Во избежание повреждений содержимое все плотно и щедро проложено толстенным пенопластом. Сам станок поставляется в сборе, остается лишь закрепить вспомогательные элементы. Вот собственно и сам станок. Это ленточно-шлифовальный станок модель GIB61300. Данный станок оснащен тарелкой для шлифования диаметром 250 мм и лентой длиной 1220 мм и шириной 150 мм. Все это приводится в движение двигателя мощностью 750 Вт. Скорость ленты 8 метров в секунду. Станок оснащен патрубком для пылеудаления, диаметр которого 50 мм. В комплект поставки входит металлический столик для работы с тарелкой, упор для работы на ленте, также упор с регулировкой углов, есть крепеж и фурнитура, а также запасные шлифовальные диски для тарелки и запасные ленты. Итак, давайте подготовим станок к работе и первым делом установим упор. Делается это очень просто. Ставим упор и фиксируем болтами в заводские отверстия. Крепление производится с двух сторон рабочей поверхности. Перед затяжкой регулируем угол по угольнику. Следующий на очереди это столик. Тут тоже все очень просто. На данном станке ленту можно использовать как горизонтально, так и вертикально. Ослабим фиксирующий болт. Станок полностью собран и готов к работе. Сразу покажу процесс замены ленты. Для замены ленты необходимо снять упор. Благодаря пазам он быстросъемный. Также снимаем боковую защиту. Затем снимаем переднюю защиту. При помощи рычага ослабления ленты ослабляем ее и снимаем. Установка производится в обратном порядке. Сложного нет ничего. Теперь все готово. Можно потестировать станок. Подключаю пылеудаление и первый пуск. Регулировка ленты производится регулировочным винтом. Есть у меня вот такой вот обрезок щита. Давайте на нем потестим. Благодаря упору работать очень просто. Заготовку достаточно просто поддерживать и слегка прижимать. Вот так вот выглядят торцы. Теперь попробую побольше плоскость. Очень даже неплохой результат получается. Теперь давайте испытаем тарелку. Вполне себе уверенно. Мощности мотора хватает вполне. По звуку слышно, что он даже не нагружается. Теперь поставлю угловой упор и угол выставлю 45 градусов. В вертикальном положении ленты также очень удобно работать. Вот такой вот станочек теперь в моем арсенале. Поделитесь вашим мнением в комментариях, как вам такой агрегат. Может кто-то уже имеет во владении такой. Интересно, как он себя зарекомендовал. Я не так много успел поработать на нем, но скажу честно, что он явно стоит своих денег. Друзья, если вам понравился такой обзор, обязательно поддержите лайком. Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok